Привет! Хочу показать этот американский кошмар. Почему американский кошмар? Я сейчас поверну камеру, здесь никто не гуляет. Здесь все на машинах, это очень ужасно. Вот едут какие-то велосипедисты там сзади и все, мальчики. И дорога впереди тоже пустая. Вот это вот машины, машины, машины. Здесь вот есть такая пешеходная дорожка, но она, видимо, для таких придурков, как я, потому что бегает без связи, возможно, из-за выхлопных газов. Вот едет пожарная, я сейчас сниму. Все машины должны остановиться. Но здесь такая сигнализация, что не остановиться себе дороже. Сегодня прекрасный день, у нас уже тепло, и никто не гуляет. Улица пустая. Вон там еще одиночный пешеход. В общем, я иду здесь как придурок. Такая прекрасная погода. Я только что видела, как летели гуси. Таким треугольником очень красиво солнце садится. И пустота. Вот. Вот здесь я живу. Чтобы дойти до какого-нибудь более-менее торгового центра, я должна, не знаю, сколько протопать по этой пешеходной дорожке. И то она не везде есть. Видимо, я сейчас буду уже поворачивать, потому что так можно дойти до Вашингтона. Вообще, человеку, который привык к городскому образу жизни, вот это все видеть и жить в таком стиле. То есть, если ты без машины, ты в тюрьме. Я, конечно, нахожу себе занятия. У меня на самом деле очень много дел сейчас. Вплоть до того, что я бы могла сидеть там, учить английский. Я меняю местоположение только когда еду в Вашингтон на работу. Это происходит только в субботу. Вот. И там я вот себя так вот развлекаю, что набираю какие-то видео. Вот такое вот городишко. В общем-то, городишко чистенькое, но вот так вот. Старый какой-то забор деревенский. Но как бы без машины ты не человек. Вот такой очень уютный район. И вот просто напасть море машин. И я такая, я такая симпатяшка. Тут вообще черный район. Короче, очень много афроамериканцев. Я в яркой курточке. С не накрашенной мордой. Я, в общем-то, все равно думаю, что попадаю, как бы, ну, привлекаю к себе внимание. Что меня не радует, конечно. Ладно, придется чуть-чуть назад. Потому что здесь какие-то уже кусты странные пошли. Сейчас как стемнеет, и все. Буду я бедная. Так, идем назад. Вот пустые, пустые, пустые машины. Идем назад. Тут опять пустые машины. Вот такая вот Америка. Я продолжаю свое путешествие. Вот одна и будет. Город, в общем-то, провинциальный. И вот столько машин. Метрофоры, похоже, меня пропускать не собираются. Там горит красный свет. Я уже минут пять стою на перекрестке. Вот. Здесь как бы не предусмотрены пешеходы. Может быть, нужно нажать эту кнопочку? Сейчас посмотрим. Красный свет горит и дальше. Окей, попробую перейти дорогу. Я хочу сказать, что пешеходный знак так и не включился. Мне пришлось перебегать. Стояла такая туча машин. Все они на меня так странно смотрели. Но пропускали. Здесь обязательное правило пропускать пешехода. Я, кажется, не заблудилась. Вообще, это ужасное тоже чувство. Это для тех, кто собрался. Ехать в Америку нужно сто раз подумать, куда вы едете, зачем вы едете, что вы планируете здесь увидеть вообще в принципе. Не каждый может прижиться и принять эти правила. Так, домой не хочется возвращаться еще, потому что еще не вечер. Очень тепло, поют птицы. Обалденное небо. Я свернула на дорожку, которая ведет к такому магазину остров цивилизации. Называется Food Line. Маршрут тут, по-моему, мимо кладбища. Я живу в хорошем городишке, но это ужасная провинция, в хорошем плане. Географического положения, но в ужасном, потому что, ну вот, потому что ну и никого. Ну почему бы людям не гулять? Людей нет, везде машины. Вот машины. Около каждого дома машины. Разные. Купить здесь их можно в кредит. И средняя семья себе позволяет иметь столько машин, сколько членов семьи. умеющих водить. А водить здесь можно с 16 лет. Вот так вот. Обалденная погода. Очень тепло. Климат, конечно, здесь замечательный. Мне все нравится, но я хочу, наконец-то, быть свободной в плане передвижения всего остального. Что означает свобода? Свобода – это право выбора, право делать то, что тебе нравится, то, что ты хочешь. Любимая работа, среда, друзья, право передвижения. Пока что ничего этого нет у меня. Ничего. Вот. Уберите за собачками какашки. Ни какашек, ни собачек. Да, я оказалась права. Вот кладбище в американском стиле, в таком, какой мы видели в кино. могильные плиты. Все очень аккуратно. Вот. И я опять на улице Сан-Сен-Адин. Я иду в магазин, чтобы сделать вид, что моя прагула не была напрасной. Вот там, впереди магазин. Я куплю помидоры. Мы недавно накупили всякие фруктовые овощи. Поэтому все есть. Я иду просто, чтобы прогуляться. Я сейчас в магазинчике, который называется Food Life. Конечно, это рай для сладкоедок. Я сейчас поверну. Тут очень много кулинарных всяких штук. Это вот только хлеб, выпечка. А это вот всякие кексики, пирожные. В общем, это просто шок для фигуры. Здесь куча колбас. Я сейчас пройдусь к тортам. Вот. Сырые всякие. Вот торты. Вот. Разноцветные всякие разные. А здесь фрукты. Я шла за помидорами. Вот. Сегодня распродажа клубника по 3 доллара. Обычно она по 5. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот. Персики по 2. Малина. Нужно сказать, что малина здесь очень красивая, но резиновая. Вот. Ягоды, дыня. Вот. Это уже резанные продукты. Фруктовые салаты. там уже овощи. А мне нужны помидорки. авокадо. И бананы по 50 центов. Вот. Помидоры от доллара 30 до 3. Авокадо по доллару. Кстати, здесь очень все хорошо упаковано. Овощи орошаются специальными системами. Все овощи чистые. Конечно, большое разнообразие. Это уже пошли соусы. Вот как аккуратно картофель упакован. Я сейчас возьму себе пару помидоров. Я сейчас покажу полочки, чтобы иметь общее представление об американском таком себе обычном магазине. это мясо. Это здесь распродажа. Всякие крылышки, креветки. Там сыры. Здесь попкорн и химия. Там молочная продукция. Здесь опять химия. Мне, в общем-то, ничего здесь не нужно, потому что недавно мы ездили в магазин и скупились. Продукции здесь закупаются в основном большими партиями. Люди не любят ездить в магазины, но в Украине для меня это была прогулка. Сходить в магазин всегда кого-нибудь встретишь. А здесь это необходимость. Моя прогулка заканчивается. Я купила помидоры. Где-то с килограмм вышло 3 доллара. Может быть, нет, полторы. Полтора килограмма. Конечно же, я пошла не за помидорами. Я, в общем-то, таким способом себя адресирую, потому что сидит еще чертов страх. Вот так вот все страшно, все чужое. И гораздо комфортнее, конечно, сидеть четырех стенок и не вылазить. Никуда комфортнее и безопаснее. Когда я начну водить машину, это еще непонятно. Может пройти еще пару месяцев. Но таким способом я себя заставляю вливаться в эту американскую жизнь хотя бы вот такими пустяками. Я долгое время никуда не выходила. Меня возили на машине. В основном поездки были деловые, связанные с документами, что очень скучно. И сейчас я еще иду на заправку. В общем-то, цель была выйти за сигаретами. о, привет! Hello! Вот он какой! Я думаю, кто-то на меня бросается. Ужасно хочу собаку завести, но увы, нельзя брать ответственность за кого-то, когда не имеешь своего дома. Не имею своего дома, еще не знаю, где я буду жить. Мне очень нравится этот штат, но ситуация пока неопределенная. Так вот, сигареты здесь не продают в табачных киосках. Сигареты здесь продают на заправках. Причем на заправках продают не все сигареты, не все сорта. И чтобы купить, например, то, что ты любишь, нужно ехать еще куда-то там далеко на другую заправку. Я до нее к сожалению пешком не дойду и поэтому сейчас куплю то, что там есть. Это ближайшая заправка от моего дома. Он как радует, я не одинока, еще одна женщина идет. Вот. И виноводочные изделия тоже продаются в отдельных магазинах, то есть нельзя так прийти в супермаркет и купить там все. Сейчас меня остановила вот эта женщина, которая перешла через дорогу. Она спрашивала, что там за компания. Там есть стенд и инвалидная коляска и собачка. И что это за компания, я так и не могла прочесть. И в общем-то, я никогда не обращала внимания. Мне опять пришлось сказать I don't speak English. Sorry. объяснить, что я набираю видео для моих друзей. Она не обиделась. Я уже делала видео о том, какие американцы милые люди, очень общительные. И в том видео я еще не рассказала несколько моментов. Пока я иду верну камеру, чтобы было может быть интереснее. Моя физиономия без макияжа не очень интересно сегодня. Вот остановка нужно будет еще опробовать. Вот дядька улыбается. Интересные, конечно, люди. Вот я сижу, например, в библиотеке. Мне нужно было срочно записать адрес ученицы. И у меня был только такой толстый фломастер. Останавливаются девочки. я одним ухом вишу на телефоне и пытаюсь понять, куда мне ехать, как мне идти. Но девочки нависают, стоят около меня. Когда я оглянулась, в мыслях, конечно, я их посылала, чтобы они меня не отвлекали, потому что мне и так нужно разобраться в этих названиях. Когда я оглянулась, я увидела у них в руках ручку, я говорю, это мне? Они говорят да. По-английски они мне объяснили, что мне писать неудобно фломастером. И они мне отдают свою ручку, чтобы мне было удобнее. На самом деле, это очень мило, конечно. Другой момент тоже, когда человек, например, хочет уединиться съесть свой бутерброд, ну и где-то он там на лавочке сидит. Этот человек не хочет, чтобы с ним общались. Но приходится. Итак, ем я свой бутерброд, останавливается американка, чернокожая женщина и стоит. Я делаю вид, что не замечаю ее. Но она стоит. Она стояла так минут пять. Тогда я обернулась, она мне помогала рукой, начала говорить какие-то любезности. Я ни черта, конечно, не поняла. сказала thank you, good day и только тогда она ушла. Ну, вот такой вот американский менталитет, это как бы вдогоночку к прошлому видео. Так, сейчас я покажу, там впереди будет заправка, где продаются сигареты. Вот, а пока я иду, то вот какая я красавица. честно говоря, я дома даже не выходила без макияжа, потому что я была публичным человеком и нужно было поддерживать определенный имидж. Вот сейчас я даже как бы думаю, что я все-таки решусь выставить это видео. Ну, вот мне чисто наплевать, что бы мне подумают. Главное, чтобы мне было комфортно. Я скажу, что мне сейчас комфортно, потому что за мной заговорили люди, я прошлась, у меня поднялось настроение. Я где-то еще читала фразу одной известной женщины, я сейчас не вспомню фамилию, которая говорила, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, каждый раз выходить из дому и каждый раз вас может ожидать чудо. Такие маленькие чудеса сегодня тоже случились. Мужчина тоже шел с собачкой, улыбнулся, в общем-то, улыбка, может быть, это и есть чудо. А впереди заправка. обычная заправка, там продают хлеб, сигареты и вот та же толпа машин. Да, сейчас я буду пытаться переходить через дорогу. Уже вечереет. Да, кстати, thank you, вот они меня пропускают. горит красный свет, как всегда, меня опять пропускают. Thank you. Я перебегаю, чтобы не задерживать людей. О, здесь пропустят или нет? Нет, ну я должна перебежать. Окей, бежим. Значит, я сейчас перебежала, четыре фактически перекрестка. Вот эта фигня, видимо, не работает с кнопкой, потому что постоянно горит красный свет. Так о чем я? Вот я не помню о чем. Вспомню, включусь. Вспомнила, ходить здесь небезопасно, кстати. несколько было таких ситуаций стрёмных, что я в общем-то начинала держаться за свою сумку, прятала телефон и старалась уйти в сторону и опустить глазки. Одна ситуация была около метро, где вышел на работу бомж. Он попрошайничал. Это молодой парень, был очень грязный, по-моему, очень красивый. Другая ситуация произошла даже сейчас. Я переходила через дорогу. Мне навстречу переходили дорогу двое чернокожих парней молодых. Я решила свернуть в сторону. Итак, пока я гуляла, уже стемнело. Моя прогулка обошлась в 10 долларов, 3 доллара сигареты и 6 долларов мальборо лайт. У них других не было. вот, и я сейчас возвращаюсь домой, пыталась понять, правильно ли я иду на том ли перекрестке, перехожу дорогу. В общем-то, я не перехожу, перебегаю. Вот, на улице по-прежнему никого. Прекрасный вечер, очень красивое небо, вот. И здесь, даже в этой провинции, конечно, нужно быть аккуратным и следить, кто тебе идет навстречу. Вот, вот, кусты заросли, но, что я хочу сказать, здесь очень хорошее уличное освещение. И даже вечером, ночью здесь всегда, в общем-то, светло и не страшно. я выходила гулять с маленькой собачкой, которую по мне привозили по гостям. Вот, я хочу сказать, что здесь даже нет пешеходных дорожек. Настолько не принято гулять. В общем-то, я получила море удовольствия. Вот, и да, я выходила гулять с маленькой собачкой, это было совершенно не страшно. Сейчас должен быть мой перекресток, и я буду уже дома. Вот такие домишки. Очень ухоженные лужайки, за лужайками здесь следит специальная бригада коммунальных служб. Около дома тоже должно быть все аккуратно, за это наказывают и выписывают большие штрафы. Вот так вот я иду домой. домой.